Здравствуйте! Меня зовут Иван Колесников, я NLP-тренер Центра современных NLP-технологий INSIDE. И в этой серии видеоуроков я познакомлю вас с нейролингвистическим программированием, или NLP, как его называют чаще. За несколько видеоуроков вряд ли получится овладеть NLP в полном объеме, но понять для себя, что такое NLP, попробовать инструменты NLP в действии и понять, насколько вам это интересно, я думаю, вполне возможно. В каждом видеоуроке будет практическое задание, которое можно будет выполнить самостоятельно и посмотреть на те результаты, которые у вас получатся. Если после просмотра уроков вы решите, что NLP – это то, что вам нужно, я буду рад вас видеть на тренингах нашего центра. Если вы решите, что NLP – это не для вас, это тоже хорошо. Итак, тема первого урока. Как производить нужное впечатление на вашего собеседника и как понять отношения других людей к вам. На самом деле сделать это очень легко, потому что настоящая реакция – это та реакция, которая происходит в первые секунды. В тот момент, когда в комнате появились вы, какая первая реакция была вашего собеседника? У него сузились глаза, или появилась улыбка, или поджались скулы, и он отводит взгляд. Первая реакция – самая настоящая. Причем, если эта реакция повторилась несколько раз, скорее всего, она не случайна. У человека 132 лицевые мышцы. Кроме них есть мимика, положение корпуса, дыхание. И все 132 лицевые мышцы нам о чем-то говорят. На курсе NLP практик мы очень подробно разбираем язык мимики, язык пантомимики, язык дыхания. И мы выясняем, как именно прочитать человека, как открытую книгу, как именно понять его истинную реакцию и истинное отношение к той или иной ситуации. Я рад провести праздники у твоих. Твои родители – чудо. Поверь, я совсем не хотела на его место. Жаль, что его уволили. Я люблю тебя. Я брошу жену, мне только нужно время. Итак, первая задача первого урока. В течение нескольких дней просто понаблюдайте, как меняется выражение других людей в тот момент, когда они вступают с вами в контакт. Может быть, первые несколько секунд люди радуются. Может, наоборот, напрягаются. А может быть, отношение нейтральное. И, скорее всего, если эта реакция повторилась несколько раз, она настоящая. С первой задачей все ясно. Вторая часть этого урока – о том, как производить впечатление на других людей. Говорят, что первое впечатление – самое сильное. И за первые 30 секунд общения формируется впечатление о новом для вас человеке. Сейчас вы увидите двух персонажей и понаблюдайте, какое впечатление у вас сложится о них. Она хочет взглянуть на вас. О, быстрее. А это еще что? Оставьте его здесь. Там мои… Кто вы? Меня зовут Энди Сакс. Я недавно закончила университет Норд-Вестерн. А что вы делаете здесь? Ну, я хотела бы стать вашей ассистенткой. Я приехала в Нью-Йорк, чтобы стать журналисткой. Послала письма куда только можно. И, наконец, мне позвонили из Лайс-Кларк, так что на данный момент получается либо эта работа, либо в мире авто. Так вы не читаете подиум? Нет. И никогда не слышали обо мне? Нет. О стиле чувства моды вам не свойственны. Ну, думаю, это зависит от того, что вы… Это был не вопрос. Об обоих персонажах у вас сложилось впечатление. То же самое происходит и с другими людьми в момент контакта с вами. Каким образом сделать так, чтобы понравиться другому человеку? Это очень просто. На 70% отношение других людей к вам зависит от вашего отношения к ним. Есть очень хорошая поговорка. Если ты споришь с идиотом, на 99% он занимается тем же самым. Итак, есть очень действенный механизм, который я вам предлагаю сейчас попробовать. Как только вы увидели знакомого человека или незнакомого, в первую секунду вашего контакта ваша задача подумать про него нечто хорошее. Кристин Томпсон. Кристин Томпсон? Шутите? Нет. Вы же сотрудничаете с моими любимыми журналами. Я даже опубликовала очерк о ваших эссе в университетской газете. А вы упомянули, что я симпатичный? Нет, но… Чем занимаетесь? Ну, я хотела бы работать в таком журнале, как «Нью-Йоркер», «Венит Эфер». Я тоже пишу. Правда? Так, может, пришлете мне что-нибудь почитать? Да. Спасибо. Это было бы чудесно. Вы увидели своего руководителя и сразу подумали, какой замечательный у меня руководитель. Вы увидели замечательную девушку и подумали, боже мой, как здорово она выглядит. Увидели своего знакомого и вспомнили, как классно с ним общаться, как хорошо с ним проводить свободное время. В этот момент все 132 лицевые мышцы автоматически настраиваются на нужную волну и передают человеку нужный сигнал. Сигнал о том, что «Ты классный, с тобой здорово». При этом, если вы хотите произвести хорошее впечатление на своего руководителя или коллегу по работе, то лучше подумать что-то про деловые качества. Потому что если вы подумаете, какой у меня сексуальный руководитель или какой у меня симпатичный коллега, в этот момент все 132 лицевые мышцы лица примут совсем не то выражение, возможно, которое вы хотели. Ну, конечно же, если это входит в ваши планы, то все в порядке. Но если подобные взаимоотношения на работе в ваши планы не входили, то лучше ограничиться какой-то нейтральной мыслью о том, что человек замечательно работает, у него он прекрасный коллега, у него замечательное чувство юмора. Очень важно в этот момент не кривить душой и говорить то, что есть на самом деле. Подобные сигналы неосознанно человеком обязательно будут приняты и считаны. Не обязательно прямо сейчас, может быть через какое-то время, но ваш сигнал будет обязательно принят и считан. Если вы на протяжении нескольких дней каждый раз будете думать что-то хорошее про человека, которого вы видите, то через какое-то время отношения с ним улучшатся. И вы заметите, что с ним общаться гораздо легче и приятнее. В следующем видеоуроке мы выясним, как устанавливать контакт с человеком, как именно настраиваться на нужную волну, как именно общаться легко и свободно. Но это будет в следующем уроке. А пока поработайте, пожалуйста, над первым. Я желаю вам отличной работы. С вами был Иван Колесников, NLP-тренер Центра современных NLP-технологий Insight.